Киевскому режиму абсолютно наплевать на свои потери, они уже сейчас зашкаливающие, более 100 тысяч убитыми. Я бы посоветовал всем жителям Беларуси, гражданам Беларуси, глядя на события в Украине, просто представить себе, что если бы цветная революция 20-го года в Беларуси удалась, то вот они могут посмотреть, что бы с ними стало за эти годы господства американцев. С точки зрения, вот скажем, ослаблению России максимального конфликта, они будут максимально затягивать Украину, абсолютно, я уже много раз об этом говорил, их абсолютно не интересует. Николай Янович, здравствуйте. Добрый день. Я уверен, вы больше, чем мы, даже, наверное, следите за ситуацией в Украине. Объявлен план по эвакуации мирных граждан из справа на левый берег. Причем, насколько я могу судить, это, в общем-то, такой организованный процесс, он не носит хаотического характера. Чем, собственно, очень сильно отличается от действий украинского режима по отношению к мирному населению в зоне, сложной зоне, в зоне боевых столкновений. Вы знаете, я с самого начала специальной военной операции, в своих выступлениях публичных, призывал к тому, чтобы из зоны непосредственного ведения боевых действий обязательно эвакуировалось бы мирное население. Вообще, это общее правило ведения военных действий. И, к большому сожалению, украинская сторона полностью пренебрегала этим правилам, наоборот, считая, что то, что население остается, является как бы предохранительным счетом. В общем-то, пряталось. Это было видно на примере, значит, Мариуполя, хорошо было видно, в Уналахе, там, и не только. Вот. И оно не изменило своей ситуации. Мне кажется, что, копируя вот натовские ведения войны, которые мы наблюдали, ну, например, в Ираке, в Афганистане, в Сирии, там, где угодно, то там вообще мирное население не считалось, так сказать, как фактор ведения военных действий. Есть оно, это мирное население? Нет. Следовали бомбардировки, там, обстрелы и так далее. Вот этой тактике руководствуется и, к большому сожалению, киевский режим. И поэтому то, что решение об эвакуации принято и проходит сейчас организованно, я воспринимаю как очень позитивное решение. Это поможет избежать жертв. Насколько оно организовано, мне трудно судить. Ну, будем надеяться, что оно будет организовано. Вообще-то говоря, если мне память не изменяет, на правобережье, значит, это наиболее населенная часть, значит, Херсонская область, там проживает, конечно, значительно больше, чем объявленная цифра 50-60 тысяч. Но еще раз подчеркиваю, что я точно не знаю, какие планы, значит, военного командования с точки зрения охвата, какого количества населенных пунктов. Поэтому мы будем надеяться, что вот те цифры, которые они обозначили, 50-60 тысяч, позволят сохранить жизни очень многим мирным гражданам. Потому что современная война включает в себя, ну, такие, вообще-то, способы, при которых мирное население очень серьезно страдает. Очень часто поднималась тема Запорожской атомной станции в последнее время. Как-то подутихло. Но, на мой взгляд, незаслуженно, мало обращают внимания, например, на проблему Каховской ГРЭС. Что может произойти вообще на территории Украины, если, допустим, произойдет сброс воды? Ну, я не совсем с вами соглашусь по поводу того, что вот ситуация на Запорожской атомной утихла. Она не утихла. Там каждый день идут обстрелы, город обесточен, Энергодар. По сути дела и сама станция запитывается. Она, вообще-то, все шесть блоков выведены из горячего режима. И работают, поддерживаются эти режимы исключительно за счет внешних источников электропитания. И обстрелы продолжаются. И это продолжаются попытки десантирования, попытки захвата энергодара и атомной станции. Но это, безответственно, политика киевского режима, подталкиваемого Западом, она продолжается. Несмотря на громадные потери. Потому что, ну, так сказать, все же происходит в абсолютно прозрачном пространстве. Поэтому все эти десанты уничтожаются, люди гибнут. Но, что характерно, и вот это показала военная операция, что киевскому режиму абсолютно наплевать на свои потери. Они уже сейчас зашкаливающие. Более 100 тысяч убитыми. Киевская армия потеряла, значит, киевский режим более 100 тысяч убитыми. Вот можете представить масштабы потерь. И, тем не менее, продолжается вот эта мясорубка с их стороны. Люди бросаются сейчас вот ради того, чтобы в Херсоне под выборы там в Конгресс, значит, Байдену на лидичке преподнести победу. Вот, теперь вернемся к Хоховской ситуации. Ну, вот, мы в свое время, наше правительство приняло решение, мы реконструировали гидроподъемное сооружение на Хоховке. Увеличили подачу воды в Крым. Ну, и, так сказать, разрушение, во-первых, не только приведет к затоплению всех нежележащих территорий, но и лишит вообще Крым воды, снова лишит. Вот Крым не питался, не запитывался северокрымским каналом в течение 8 лет. И вот, если это будет осуществлена, это варварская акция, то, значит, Крым опять лишится воды. Какие там будут потери среди, пониже по течению, я имею в виду, ну, тоже опять трудно судить. Это все зависит от масштаба разрушений плотины. Ну, и будем надеяться, что, может быть, этого и не выйдет. Ведь какие-то же должны быть средства ПВО действовать и так далее. Но я еще раз обращу внимание на абсолютно самые варварские способы ведения военных действий со стороны киевского режима. Абсолютно варварские. Они показали это в течение 8 лет, когда, например, лишили Крым поставок электроэнергии, подорвав линии электропередач. Когда лишили Крым воды, когда устроили блокаду Крыма, запретив поставки продовольствия. Кстати, то же самое они делали в Донецке. И вот сейчас определенные там идут стоны по поводу, что где-то нет там воды, где-то еще нет чего-то. Но ведь уже более полгода нет воды в Донецке. Вот в Донецке регионе, не только в Донецке, а в городах-спутниках Донецка, полностью отсутствует водоснабжение. Люди вынуждены, так сказать, и техническую воду использовать, и воду из Кальмиуса. Благо, что через Донецк протекает такая вещь, как Кальмиус. Она запружена плотинами в нескольких местах, и поэтому можно оттуда воду брать. Конечно, качество этой воды очень низко. Но ведь это абсолютно никого ни на Западе не волнует. Ну и тем более киевский режим, который давным-давно для себя считает эти земли, эти территории, так сказать, не своими. Но все-таки хочется обратить внимание на такие абсолютно варварские методы ведения военных действий. Вот вы сказали о варварских методах. Вы знаете, мне вот сегодня попалась на глазах фотография, сделанная, по-моему, со спутника, начиная Украина. И там вот очень хорошо видно, как Украина, территория Украины и соседние страны. И если там все сияет, что называется, когда работает электричество, то территорию Украины уже сейчас выглядит как такое темное пятно. Она, конечно, грустная, эта фотография. Это, я понимаю, последствия ударов российской армии по объектам, в первую очередь, энергетической инфраструктуры. Уже вот они видны. Но и вместе с тем очень символично, потому что, ну, прямо на глазах территория очень развитая, надо сказать, в свое время. В том числе инфраструктурно превращается вот именно в территорию какую-то варварскую абсолютно. Где даже свет ночью особо-то и не используется, не то, что не горит. Вот это обидно. И киевский ли режим здесь заправляет? Я бы посоветовал всем, значит, жителям Белоруссии, да, гражданам Белоруссии. Вот, глядя на события в Украине, просто представить себе, что если бы вот цветная революция 20-го года в Белоруссии удалась, то вот они могут посмотреть, что бы с ними стало вот за эти годы господство американцев, западных стран, значит, Белоруссии. Вот если бы это все произошло, вот они пусть берут как кальку Украину, да, после переворота 14-го года. Вот это же бы ожидало бы Белоруссию. Практически, может быть, даже в еще более худшем состоянии страна пришла бы, потому что все-таки Украина, ну, скажем так, без обид, будь сказано, территория гораздо более благородной климатом, значит, почвами. И я всегда говорил тем, кто, значит, рассказывал про голод на Украине, что Украине, он палку воткни в землю, она, так сказать, принесет плоды. Ну, это я, конечно, утрирую, но, безусловно, вот поскольку я очень серьезно занимался сельским хозяйством, и, кстати сказать, приезжал в Белоруссию, учился у вас, многому, вот, потому что Белоруссия, например, сохранила свое сельскохозяйственное машиностроение, выпускала прекрасную технику, а у нас была не хуже развитая сельскохозяйственная машиностроение, но была полностью загублена в процессе так называемых реформ. Вот, и поэтому я бы не стал бы так вот в этом плане сравнивать Украину. Теперь с точки зрения, скажем, вот ваших комментариев, ну, масштабы поражения аналитической системы Украины сейчас, если вот так можно их оценить, ну, они по-разному оцениваются, там, сами, сам киевский режим рассказывает о 30%, я так не считаю. Украина обладает высокоразвитой, даже вот продолжает, несмотря на всю разруху, да, тем не менее, все-таки продолжает оставаться в аналитическом отношении высокоразвитой страной, потому что, ну, у нас, там, ну, пусть даже исключим из расчетов, значит, скажем так, Запорожскую станцию, но у нас все-таки значительное количество атомных станций, и в балансе у нас атомные станции составляли больше 50%, чтобы вы себе представляете. У нас более 50 достаточно крупных ТЭЦ, ТЭЦ, тепловых станций, значительное количество гидростанций, использующих энергию воды, у нас ветростанции, у нас, значит, возобновляемые за счет солнечной энергии станции, причем, значит, все это я отношу к советскому времени, за исключением, конечно, возобновляемых источников. И вот, когда создавалась энергетическая система Украины как составная часть общей энергетической системы СССР, то она предусматривала очень гибкую, значит, структуру свою, где наряду с крупными станциями, да, там по тысяче мегаватт мощности, существуют и относительно мелкие и средние, которых значительное количество и которых невозможно, там, не знаю, сколько там нужно ракеты дронов, чтобы их уничтожить. И поэтому я-то более оптимистично все-таки оцениваю энергетические ситуации. Другое дело, что, значит, качество управления энергетической системой Украины, наверное, там присутствуют люди, которые давным-давно, так сказать, отошли от общих принципов комплексности, системности энергосистемы, взаимозаменяемости и так далее. То есть практически при выходе из строя какой-то ТЭЦ или ТЭЦ существовала масса различных дополнительных возможностей, использование которых позволяло сохранять нормальный абсолютно режим работы. Вот основная достойность советской системы была, что она вообще строилась в таких условиях, которые предусматривали ее эксплуатацию в условиях ведения войны. То есть Советский Союз всегда жил под угрозой войны. Естественно, ключевую свою, значит, отрасль, так сказать, промышленности, энергетику, так, экономики, точнее, энергетику, он, естественно, создавал при условии такого, что могут выходить из строя, там, какое-то количество станций, там, будут нанесены поражения, и предусматривая, что система функционировала. Я напомню, что, кстати, в период Великой Отечественной войны были значительно большие поражения энергосистемы, однако оставшаяся энергосистема Советского Союза позволяла работать промышленности. А масштабы промышленности были гигантскими, особенно такие емкие отрасли, как металлургия, станкостроение, там, оборонная промышленность и так далее. Все же танки работали на электроэнергии. Все эти восемь лет – это абсолютно несамостоятельная воровская власть. Она только тем и занималась, что, по сути дела, исполняла команда Запада, разворовывала свою страну собственную, ну и, в общем-то, доходит до ручки. Чтобы как бы вся система не была построена хорошо изначально, да, но если ей не заниматься, она в конечном итоге приходит в разруху. Насколько велик риск того, может быть, я сейчас сгущаю краски, конечно, что вот за всеми этими лозунгами о перемогах и так далее, и так далее, вот основа, собственно, жизнедеятельности, а энергосистема – это сегодня действительно основа, да не только сегодня, будет утрачена, то советское наследие разрушено, и страна просто скатится, ну, в развитии, не знаю, там, на 50, на 100 лет назад. Вот это будет очень обидно просто. Ну, вы знаете, что атомной станции никто разрушать не будет, так сказать, это, ну, защищение вот таких вот абсолютно оторванных деятелей, как киевский режим, руководство России, я думаю, никогда не решится на никакое разрушение атомных станций. А это уже, ну, так, даже по самым маленьким, это 10 тысяч мегаватт, это очень приличная мощность, которая хватит на поддержание жизнедеятельности страны. Надо же иметь в виду, что уже добрые, там, три четверти промышленности не работают. Добрая половина, значит, работоспособного населения либо эмигрировала, либо, так сказать, мобилизована, либо где-то скрывается, то есть потребность это значительно. Я сужу даже по статистике киевского режима, хотя в нее верить трудно, но тем не менее, связанное там, положим, с производством электроэнергии, с потреблением электроэнергии, с потреблением хлеба, например, вот, так что сейчас потребности в энергии, в электрической энергии в Украине значительно меньше, чем они были даже в, там, 13-м году. Ну, вот так, чтобы вы себе представляете, сколько цифр назовут, значит, Украина до развала Советского Союза, значит, обладала энергетической мощностью порядка 55 тысяч мегаватт, то есть это вообще была крупная европейская страна с точки зрения производства электроэнергии. А потом последовал развал, почти 70% промышленности мы потеряли, начали восстанавливать в 2000-х годах, и нам пришлось заниматься и в том числе, и, значит, ведением 6-го блока Запорожской атомной станции, ведение двух блоков новых на Хмельницко-Ровенской электростанции, Приднестровскую, Гидрик, аккумулирующую станцию строить, ну, много заниматься, пришлось нам, вот, все-таки вышли в 13-м году где-то там на 36 тысяч мегаватт. Это вот, смотрите, 55 и 36, почти в два раза меньше. А сейчас, вот я уже называл эту цифру, можете судить, вот, о масштабах, скажем, разрухи, реальной разрухи. Вот, что бы там ни говорили, там, западные кураторы, что мы куда-то идем в европейский дом, мы не в европейский дом, мы идем в какое-то феодальное общество, вот, которое там при лучинах сидело там, и до самого минимума, да. Ну, фактически все разрушено, вот я сейчас куда-нибудь не посмотри, все наши высокотехнологические отрасли разрушены, и вот, дай бог, положим, наступит мир, а куда туда устраивать, вот, вернуться там из мобилизованной эти люди, да, к примеру, ну, миллион человек будет, где это миллион рабочих мест. Серьезнейшая проблема, не говоря уже о том, что за эти годы Украина потеряла способность к самообеспечению, то есть, мы-то, положим, вот, наша правительство не занимало практически ничего, жили на полном самообеспечении, а сейчас две трети бюджета финансируется Западом. Ну, Запад, конечно, как только мир наступит, Запад прекратит финансировать, свое финансирование. Это 100%. И что тогда будет? То есть, вот, те люди, которые сейчас управляют страной, это, в общем-то, знаете, что, ну, их можно как угодно называть, но то, что они убивают свою страну, это абсолютно вот ясно, абсолютно очевидно. Так, в том-то и беда большая, что убивают и то самое советское наследие, на котором все еще, все держится пока еще, как ни крути, вот, если брать в части энергетики, например, ну, и гибнут люди, черт побери, цифры потерь, это страшные цифры. Вот вы упомянули о том, что события в Херсоне, возле Херсона, это такая попытка преподнести Байдену подарок перед выборами, да, ну, и как бы помочь ему в этих выборах. На ваш взгляд, ну, многие говорят о том, что у демократов на выборах в Конгрессе в Соединенные Штаты шансов очень мало. Не знаю, поможет ли ему ситуация каким-то образом украинская сегодня, может быть, уже и не поможет, но если склониться к той мысли, к которой склоняется большинство, что все-таки республиканцы возьмут веру в Конгрессе, каким-то образом может повлиять, я понимаю, что политику Соединенных Штатов в целом это не изменит, но в каких-то, может быть, небольших конкретных моментах может ли повлиять на отношения, в первую очередь, на те потоки финансовой и военной помощи, которые направляются сегодня на Украину? Ну, я думаю, что ничего не изменится, кто бы там не победил, значит, политика не изменится, потому что она, собственно говоря, обеими партиями оппозиционные, там, республиканской, демократической партии, она в консенсусе находится, и многие ведь самые, так сказать, одиозные решения принимались вместе. Вот, давайте посмотрим. С точки зрения, наоборот, Байдена даже упрекали республиканца за то, что ты мало там поставляешь оружие там и так далее. То есть, на мой взгляд, эти выборы абсолютно ничего не поменяют с точки зрения политики Соединенных Штатов на Украине, ведь, смотрите, вот как они себя ведут последние годы, они выделили в своих доктринальных документах два противника. Это Китай и это Россия. Россию они считают слабой в экономическом отношении, а Китай они считают гигантом, который может в экономическом плане приобрести и военную мощь, соответствующую своему, так сказать, экономической ситуации. Кстати, председатель СИИ на последнем съезде такую задачу поставил. Совершенно четко, не скрывая, он сказал, что у нас, значит, наши вооруженные силы должны соответствовать вот тому, значит, экономическому значению, которое сейчас мы имеем. И такую задачу он поставил достаточно в короткие сроки, где-то в течение пяти лет примерно, я думаю, Китай выйдет и превзойдет. Экономически он уже превзошел Соединенные Штаты, а в военном плане, ну, по крайней мере, сравняется Соединенные Штаты. То есть два у них врага, так, как они считают. Это вот Россия, и вот благодаря своей, так сказать, политике им удалось втравить в конфликт Россию на Украине. И в их интересах, вот следуя там этим доктринальным документам, значит, введение этого конфликта как можно дольше, чтобы как можно сильнее истощить экономику России. И там по Китаю в них своя, так сказать, будет линия проводиться, и, так сказать, она будет проводиться так же системно. Другое дело, что вряд ли им удастся втравить, значит, Китай в конфликт прямой военный на Тайване, вот. И там будут какие-то другие варианты действия. Но с точки зрения, вот скажем, ослаблению России максимального конфликта, они будут максимально затягивать Украину, абсолютно. Я уже много раз об этом говорил. Их абсолютно не интересует. У меня многолетний опыт общения с американским руководством, кстати, и с республиканскими, и с демократическими, и с администрацией там Буша, и с администрацией Обамы. Абсолютно ничем не отличаются. Вот. А некоторые, значит, представители республиканской, значит, партии были еще более агрессивны, достаточно макеяно только вспомнить. Я имел с ним беседу. Это абсолютно такой вот, так сказать, патентованный, ну, покойный уже. Но, тем не менее, стоит вспомнить, значит, патентованный русофоб, ненавидящий откровенно России. Ну, известный, да, очень. Да, известный деятель. Ну, поэтому, значит, мало что изменится в этом плане. Я бы тут вот, что мог бы обратить внимание на что? Что не только это все относится к доктринальным документам, это все ведь имеет и свою подоплеку материальную. Многое было уничтожено в экономике, да? Но, тем не менее, основа для восстановления-то в России как раз есть. То есть она обладает всем тем набором, который, значит, позволил бы при выборе определенных финансо-экономических моделей, социальных моделей, позволил бы выйти на очень высокие темпы развития, позволил бы восстановить Россию экономику свою мощную, создать. И, соответственно, вооруженные силы бы подтянулись к этому. Вот. И тут очень много будет зависеть от ближайших нескольких лет. Потому что ход военной операции показал, конечно, что экономике надо уделять гораздо большее значение и очень серьезно заниматься, чтобы проведение вот такой операции было полностью перекрыто, скажем, возможностями своей промышленности, возможностями своей науки, технологии и так далее. Хотелось бы пожелать, чтобы это все-таки делалось. Ну вот по вашим наблюдениям, как человек с большим государственным опытом, цель – ослабить Россию. Но вы видите какие-то предпосылки, что произойдет наоборот, что Россия, наоборот, выйдет из этого конфликта более сильной? При всей парадоксальности моего рассуждения, да, ведь Советский Союз вышел из-за Великой Отечественной войны с одной стороны ослабленным, поскольку потерял значительное количество населения и, так сказать, разрушено было промышленностью, а с другой стороны он приобрел вес влияния в мире. И мощный рывок совершила советская наука и советская технология, и советская промышленность. Ведь смотрите, значит, буквально через 9 лет после окончания Великой Отечественной войны разрушительный, абсолютно разрушительный, да, появился атомный корабль «Ленин». Атомный корабль «Ленин» через 9 лет. Появилась реактивная техника пассажирская, появились ракеты, появился космос. Вот можете себе представить, какой рывок был сделан в процессе того, что война поставила перед советской наукой, перед советской, так сказать, промышленностью, перед советским руководством вопрос выживания. И тогда были сконцентрированы наилучшие силы, значит, и при том спросе и требовательности, которая была в тот период, задачи ставились не на 5, не на 10 лет, а ставились полгода, месяц, там, максимум год. Мы были свидетелями того, что, конечно, и внешние обстоятельства к этому, так сказать, способствовали, прямая угроза атомной войны и так далее. Но, тем не менее, напрягая все силы, Советский Союз сделал колоссальный шарывок. Советский Союз был также подсанкционной страной, никакие там высокие технологии ему не поставлялись, он был лишен там всяких планов маршала, он был лишен ресурсов, там, долларов, инъекций, там, инвестиций, так называемых. Как он поднялся-то? Значит, скажем, где-то уже в 60-х годах он производил 70% от того, что производили Соединенные Штаты. Вот как можно было так быстро идти, так быстро развиваться? Поэтому я очень внимательно следил за этим. И если бы, конечно, вот не авантюры Хрущева, которые начались там с освоения целиных земель, там, с реформы административного управления, когда были разрушены отраслевые министерства, были созданы сармархозы какие-то, ну, много глупостей было наделано, когда было развалено партийное руководство, значит. Я, кстати, вот когда анализировал китайский опыт, то для меня совершенно стало ясно и очевидно, что в основе, в основе, скажем, китайского феноменального успеха, просто феноменального, лежит все-таки то, что Китай целенаправленно управлял, ну, так называемая коммунистическая партия, ну, как ее можно как угодно называть, но это административно-управленческий аппарат, который выработал оптимальную схему управления этой гигантской страной, разработал основные принципы управления, и именно вот эти принципы управления позволили Китаю так быстро развиваться. А назывался нам как угодно. Вот эта коммунистическая партия, она же реализовывала там и рыночные преобразования и так далее. Ну да, это не та коммунистическая партия, к которой мы привыкли, да? Да, но этим она же поставила главный, знаешь, какой? Всеобщее благополучие. Всеобщее благополучие может быть разным. У одного одноэтажный дом, у другого двухэтажный, к примеру. Но нет бедности. Вот что такое всеобщее благополучие. Нет нищеты. Что все люди имеют достойный уровень жизни. Вот какую гигантскую задачу поставила перед собой эта управленческая структура. Так вот, Хрущев же разрушил еще и партийную структуру, которая, так сказать, в общем-то, играла очень значительную роль в управлении советским государством. Короче, если мы возвращаемся к тому вопросу, о котором вы говорите, это вот выйдет ли Россия усиленно или ослабленно, это все зависит от тех решений, которые будут приниматься, от создания той финансо-экономической модели, которая вот сейчас существует, она нуждается в реформировании. Вот тут вот я всегда, когда там начинаю с кем-то спорить, говорю, значит, мне все равно какая-то модель называется. Вы только мне скажите, вот возьмите десятилетний отрезок, да, функционирование этой модели. Если она дала рост, как в Китае, в два раза ВВП. Вот председатель СИ в своем докладе, двухчасовой доклад, громадный, да, он назвал всего две цифры. Вот представьте, громадный доклад, в котором нет больше никаких цифр, кроме двух. Это 10 лет тому назад было 49 триллионов юаней в ВВП Китая, да, а сейчас стоит 119, по-моему, я могу там чуть ошибиться, но порядок цифр вот такой. Все, только две цифры. Так вот я и говорю всегда, что вот возьмите, значит, любые, значит, финансо-экономические модели, ну, как угодно, их нахваливаете, там, рассказываете, что прогрессивные, там, и так далее, и так далее, но возьмите результат, 10 лет. Что вот за эти 10 лет произошло? Удвоился ВВП, прекрасно аплодируем, модель великолепная. А если нет, выкиньте эту модель, не ломайте голову, не спорьте, нечего ее совершенствовать. Еще раз подчеркиваю, что вот, возвращаясь к вашему очень важному, на мой взгляд, вопросу, каким можно выйти из этого конфликта. Можно выйти более сильным, а можно выйти ослабленным. Если выйти ослабленным, значит, это значит, это будет означать, что американцы добились своего результата. Не хотелось бы. Будем верить в лучшее, Николай Янович. Спасибо вам большое за ваше время и за ваше рассуждение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!